Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 19 января, Богоявление Господне. Мы вспоминаем крещение Спасителя в водах Иордана и явления Святой Троицы, потому и праздник называется Богоявлением. Как отмечает в своем слове святейший патриарх Кирилл, есть еще одна причина, почему мы называем этот праздник Богоявлением. Потому что во Христе Иисусе, родившемся в Вифлееме, мы имеем особое откровение Бога о самом себе. Об этом замечательно сказал апостол Павел. Помогая нам понять смысл воплощения Сына Божиего, он говорит о том, что во Христе явилась полнота Божества телесно. Непостижимый Бог – Творец Вселенной. Достаточно взглянуть на звездное небо, чтобы ум буквально цепенел от величия мироздания. И куда бы ни направили мы наш взор – на небо или на землю, на травинку или на человека – везде безграничная и непостижимая божественная мудрость. Но людям всегда хотелось знать, что есть Бог. Им всегда хотелось обрести того, кто создал мир и человека. И потому почти вся история мира – это история поисков Бога. Мы знаем, как в древности люди, желая представить себе Бога Великого, создавшего мир, фантазировали, создавая неких идолов, иногда величественных, огромных, сделанных из золота и серебра. Людям казалось, что нужно сделать нечто значительное, прекрасное, чтобы хоть как-то отобразить их понимание Бога. И мы знаем, что все это было тщетным, суетным, ложным и даже греховным. Бог являлся особым образом в истории рода человеческого. Он говорил с Адамом, он был близок к первым людям, он не оставлял своим промыслом человека и творения. Мы знаем, что Бог особо явился в раму в виде трех странников. Бог явился Иакову, вступив с ним в борьбу, показывая ему силу свою. Бог явился Моисею в несгораемой купине. Но все эти явления Бога в древности лишь отчасти помогали человеку понять, что есть Бог. Для того, чтобы люди знали Бога настолько, насколько позволяет их природная сила, Бог во Иисусе Христе, воплощенном Сыне Своем, открывает полноту своей божественной природы. И теперь мы не можем сказать, что не знаем Бога. Конечно, наши знания безгранично слабы, наши знания безгранично недостаточны пред безграничным могуществом Бога. Но, тем не менее, эти знания дают нам возможность осуществить нечто очень важное в нашей жизни, потому что Сын Божий пришел в мир и говорил нам. А значит, мы можем сказать, что знаем мысли Бога, по крайней мере, Его мысли о человеке. Мы знаем и волю Божию, ибо Слово Божие открывает нам эту волю через Его заповеди, Его законы. И мы знаем, что воля Божия расположена только к добру. Это и есть добро. Но через воплощение Сына Божия нам открывается еще нечто особенное, непостижимое, но реальное. Через воплощение мы познаем силу Божию, божественную энергию, которую мы именуем благодатью. Богу было угодно, чтобы через воплощение Его Сына человек мог не только воспринять Бога умом, сердцем и волей, но чтобы он мог соединиться с Богом, приобщиться к Божественной силе. Именно сегодня мы особым образом прославляем эту божественную силу, божественную благодать, которую Бог во Христе даровал всему роду человеческому. Через подвиг Спасителя, через Его смерть и воскресение, через Его снисхождение к роду человеческому со всеми грехами, пороками и страданиями этого рода, явлена нам божественная благодать, как великий дар Бога. Это та сила, которая способна преодолевать любое греховное расположение нашей души, любые злые действия, любое наше несовершенство и любую нашу болезнь, как душевную, так и телесную. Почему же мы именно сегодня особым образом прославляем этот Божий дар? Потому что по древнейшей традиции, восходящей к первым годам существования Церкви Божией, освящается вода призыванием Святой Троицы, призыванием Господа. И вода, не меняя своего естества, наполняется божественной энергией, божественной силой. И этот дивный акт сообщает нам уверенность в том, что Бог благодатью Своею может пребывать со всеми нами, со всем своим творением. В день Богоявления Господня, как и в день Рождества Христова и на Пасху, в Древней Церкви всегда крестили оглашенных. Оглашенные – это те, кто готовился к принятию крещения, кто проходил особое назидание, преподаваемое епископом или пресвитерами, кто готовил себя умственно и духовно к принятию Великого Таинства. Поэтому в богослужениях в дни Пасхи, Рождества и Крещения присутствует напоминание о крещении оглашенных, которое происходило в эти дни. Мы поем дивный гимн «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися» – тот же гимн, который поется и во время совершения Таинства Крещения. Это удивительные слова. Все, кто во Христа крестился, во Христа облеклись. С одной стороны, это молитва, великая просьба к Богу, чтобы каждому крещеному человеку была дарована сила облечься во Христа, то есть принять то, чему мы научены. Принять мысли Бога о нас, Его волю, Его энергию, Его силу, Его благодать. Мы и просим Господа, но с другой стороны эти слова выражают некое утверждение. Те, кто во Христа крестился, во Христа облеклись. Эти слова звучат и как призыв ко всем нам крещенным людям, и как укор всем нам, потому что каждый может спросить себя. «Я был крещен либо в детстве своими родителями, либо в сознательном возрасте. А облекся ли я во Христа? Принял ли я Его мысли, Его волю, Его чувства? Открываю ли я свое сердце для принятия Его благодати? Сегодня великий день. Он напоминает нам о таинстве нашего собственного крещения, призывая каждого из нас принять это таинство не как некий обычай или, как говорят люди, не знающие обряд, а как великую тайну нашего спасения и вместе с крещением облечься во Христа. Это обличение не происходит мгновенно, так чтобы человек вышел из вод крещения и сразу облекся во Христа. Обличение во Христа в спасительные ризы есть дело всей жизни. Оно всегда сопровождается борьбой, напряжением сил, потому что обличение во Христа требует преодоления многих искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на всю человеческую жизнь. И до самого последнего дыхания каждый из нас должен повторять эти дивные слова. Я во Христа крестился, я во Христа облекаюсь. Тогда вера наша будет живой и действенной. Тогда люди будут творить добро не по принуждению, не по указанию, а по велению сердца, потому что творить добро по указанию невозможно. Тогда творение добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить полной христианской жизнью лишь тогда, когда, естественно, без принуждения, по стремлению и желанию своего сердца творим то, чему научены Господом. Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы, сохраняясь верность Спасителю, с которым мы соединились, которого мы приняли в сердце через таинство крещения и которому мы должны быть верны до скончания своей жизни. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется представление святителя Феофана Затворника Вышинского. Я сердечно и тепло поздравляю именинников и всех с праздником Крещения Господня. Пусть крестившийся в Айордане Господь обильно напитает и наши души живительной влагой этих спасительных вод.